Просыпайся, Челябинск, на календаре 29 августа. Три дня до начала учебного года. Три дня и показываю два. Три дня до начала учебного года и чуть больше недели до дня рождения города. На это утро вместе с вами встречаем мы, Анна Андронова и Дамир Назиров. Вдвоем. Сегодня наш эфир посвящен подготовке ко дню города. Ненадолго вернемся в прошлое Челябинска. Почему миллионнику удалось вырасти из маленькой крепости? И почему он получил свое нынешнее название? Вот сейчас мы будем уже не вдвоем. Вдвоем. Вдвоем, да. И об истории Челябинска мы поговорим с заместителем директора по научной работе Государственного архива Челябинской области Николаем Антипиным. Николай, доброе утро. Доброе утро, Николай. Вот насчет того, когда образовалась Москва, до сих пор спорят. Ну нет никакой точной даты. Точной даты так не выявили. А у нас вот 13 сентября 1736 года. Как удалось установить точную дату? В этом случае Челябинску повезло, хотя бы в этом. То есть с датой рождения. В 1956 году Челябинский краевед, наш южноуральский краевед-историк Иван Васильевич Дегтярев, в Центральном архиве древних актов в Москве, нашел документ, в котором было сказано, что 2 сентября 1736 года, то есть это по старому стилю, Тевкелев заложил здесь крепость, в рочище Челеби на берегу реки Миас. То есть до этого, вот если мы, допустим, откроем труды нашего историка Чернавского, он указывал только год, 1736-й, и писал, к сожалению, мы не знаем точной даты основания Челябинска. Были предположения, что вовсе это 17-й век основания города. То есть до революции разные варианты существовали. Но, в общем-то, все предполагали, что 1736 год. Однако даже вот после войны областное начальство, обком партии, предлагало отмечать дату, несоответствующую дате основания. То есть точно вот это не было утверждено, в каком же году родился город. Но вот документ Дегтярева, он потом был опубликован. В общем, у нас на областном архиве, кстати, есть цитаты из этого документа на панно, то есть чтобы никто не сомневался. Вы сказали уже Челеби, извини, я не могу пропустить это. Я читал Википедию, и там нет точного ответа, что означает Челеби. Челябово. Из Башкирского. Да, но даже в нашей областной энциклопедии можно встретить 5-7 вариантов трактовки этого наименования. Но вообще сам Тевкель в своем доношении указывает, что он заложил крепость в урочище Челеби. То есть название Челябинской крепости он взял от урочища. То есть от Челябинского бора. А откуда произошло наименование Челябинского бора, вот тут уже можно спорить. И возможны варианты. Но мне кажется, скорее всего, это произошло от имени собственного, то есть от Чели Бей. То есть Чели это имя, Бей это титул такой родовой, титул. То есть какой-то бей по имени Чели. По участвовал. Здесь было какое-то поселение. Да, да, вполне логично. Понятно. Было множество крепостей. Мы знаем на Южном Урале, кроме Челябинска, это Мияска и Чебаркульская. Но нам только удалось вырасти в город Миллионниково. Чебаркуль и Мияска так и остались позади. Почему так? Почему не Мияс сейчас? Ну это целая цепь событий. Во-первых, Челябинск достаточно рано стал центром административным и сельской провинции. Это 1743 год. То есть буквально там 7 лет было крепости, да, он уже центр. И, соответственно, он должен был соответствовать, то есть поддерживать этот статус. То есть здесь появился собор и все нити управления провинции вели сюда. Потом он стал уездным центром, Челябинский уезд. Но вообще существенное, так сказать, существенное влияние на этот статус оказало, конечно, строительство железной дороги. То есть если бы не было вот этой инфраструктуры, созданной до революции, с севера на юг, с запада на восток, то есть вот железные дороги пересекают наш регион, то, конечно, бы шансов у Челябинска было гораздо меньше. А мне знаете, вот что интересно, я читала, что сравнила даже вчера специально, Челябинск и Екатеринбург практически в одно время возникли. Там разница в годах вообще 4 года или 3. Удать, Екатеринбург чуть раньше. Но Екатеринбург стал столицей Урала. Почему не мы? Мы на юге находимся. Мы как-то в более выгодном положении. Екатеринбург, само имя, Екатеринбург, он носит имя императрицы Екатерины I. И изначально позиционировался как непростой город, как именно центр Урала, центр горной промышленности Урала. А Урал это прежде всего металлургия, промышленность. То есть там были сосредоточены все нити управления горной промышленностью, предприятиями и так далее. Но и мне кажется, очень важно само позиционирование. То есть жители Екатеринбурга изначально себя позиционировали не как, да, жители среднего Урала, а как жители всего Урала, то есть это тоже имеет значение. Спасибо очень. Спасибо, Николай. Вы, как всегда, очень интересно рассказываете. У нас в гостях был заместитель директора по научной работе Государственного архива Челябинской области Николай Антипин. Напомню, что до дня рождения города осталось чуть больше недели. Все самые интересные события покажет телеканал ОТВ. Ну а до дня знаний всего три дня. И прямо сейчас рубрика «Здравствуй, школа». Узнаем все-таки, как выбрать кружок для ребенка.